В последнее время практически ничего не слышно, да и давно, пожалуй, ничего не слышно о деятельности и тем более о результатах деятельности Совета по правам человека Республики Башкортостан. Этот мертворожденный ребенок Читы Мурзагуловых-Хабировых уже давно не подает признаков жизни, но на прошлой неделе стали известны детали бедственного положения председателя Совета по правам человека Республики Башкортостан Зульфии Гайсиной. Вот уже несколько лет эта пламенная борцуха за права человека пытается стать банкротом, как физическое лицо, не желая возвращать долги и занятые деньги. 26 февраля 2021 года она судом была признана банкротом и суд назначил процедуру реализации ее имущества в пользу кредитора. Там какая-то очень уж некрасивая была история с тем, как Зульфия Гайсина то ли получила деньги, то ли взяла взаймы деньги в кассе застройщика «Интеграл», собственно, с которым она в тот момент и пламенные боролась, защищая чьи-то там права. Как-то, знаете, так вот очень скользкая была история, детали ее мы сейчас не будем обсуждать. Так вот, вернемся к банкротству. Суд назначил реализацию имущества Гайсиной, чтобы погасить ее долги. И, о чудо, имущества почти не оказалось. Ну, есть какой-то побитый Ниссан 2014 года, не самой престижной модели, в общем, стоимость его там ничтожна. У Гайсиной нет счетов, нет недвижимости. Все квартиры и дома чудесным образом давным-давно были переписаны на родню, что, кстати говоря, подвергалось оспариванию и сомнению в том же самом арбитражном суде, где она проходит и проходила процедуру банкротства. А теперь из документов арбитражного суда, которые нам доступны, стало известно, что Гайсина слезно просит суд прекратить вообще дело производства по, значит, этому банкротству и причем по совершенно трогательной причине. Она должна теперь за услуги ЖКХ, при том, что у нее нет ни дома, ни квартиры, за услуги отопления, горячего водоснабжения, капремонт и прочие там коммунальные услуги, аж 452 480 рублей. Ну, еще там плюс долги по мелочи. И вот на этом основании Гайсина просит прекратить дело производства о ее банкротстве. Ну, собственно, я не знаю, почему юристке Гайсиной показалось, что она чем-то отличается от остальных граждан Российской Федерации, и вот у нее есть такая уважительная причина, и теперь банкротство должно быть вообще полностью прекращено, и все, все нужно забыть эту историю. Во-вторых, как бы при таких долгах в пору повторное банкротство уже назначать, что, кстати говоря, запрещается законом. Это уж я так пошутил. Собственно, суд отказал Гайсиной в этой просьбе, причем по причине того, что она не смогла грамотно осуществить все юридические действия, предшествующие законной подаче подобных прошений. Ну, вы же понимаете, Гайсина же она юрист, да, и, соответственно, она очень гордится тем, что она училась у Радио Фаритовича, и вообще это, по-моему, главная ее удача в жизни, что она успела поучиться у Радио Фаритовича. Ну, вот такие вот юристы у Радио Фаритовича получались в итоге. В общем, отказал суд ей. Ну, вообще, я обращаюсь здесь персонально к главе республики, дорогой Радио Фаритович, дайте уже своей любимице какую-нибудь денежную должность и какую-нибудь полянку с сочной травой. Ну, истомилась Зульфия Арифовна вот в своих долгах, как в шелках. Она ваша верная прислужница, уж чем-то ее хотя бы там наградите, только, ради бога, не орденом Салавата Юлаева, а действительно какой-нибудь хороший, жирный, такой наваристой должностью. Она, правда, давно об этом мечтает, а вы как-то ее все время обходите стороной. В общем, пора уже выдать ей какую-нибудь награду.